Министерство иностранных дел Чехии ответило на заявление России, что Европа замерзнет без российского газа. На самом деле Праге удалось одной из первых избавиться от него. И уже второй год подряд Чехия живет без российского голубого топлива. На странице ведомства в соцсети Икс выложили комикс-картинку с намеком на советский фильм «Сказку о морозке». На шапке морозка можно увидеть флаг СССР. Он спрашивает девочку, не холодно ли ей. Та отвечает, что нет, так как у нее есть запасы сжиженного газа, а также увеличены поставки по нефтепроводу ТЭЛ. Вы уже слышали кремлевскую сказку о том, что Чехия замерзнет без российского газа. Мы не будем радовать российский режим. Нам удалось быстро избавиться от зависимости. В результате бессмысленной войны Путина только российские граждане мерзнут в лютый холод, испытывая нехватку тепла, воды и электричества. Министерство иностранных дел Чехии в соцсети Икс. Пока бюджет России тратится на производство вооружения для войны против Украины, россияне мерзнут в собственных домах. Уже больше месяца жители разных регионов выкладывают в сеть видео, где в их квартирах максимум плюс 10, а в подъездах налить и снег. Эксперты давно говорили, что рано или поздно в России начнет происходить каскад аварий, связанных с износом инфраструктуры. Износ инфраструктуры оценивается 60-70-80%. Понятно, что есть города такие, как Москва, где достаточно денег и на то, чтобы поменять, в том числе трубы и коммуникации. А в других регионах денег меньше. Как правило, губернаторы и главы муниципалитетов крупных, вы видите, что в основном авария происходит в крупных муниципалитетах. В селе Дурген сиротам выдали 44 дома, но только в четырех из них живут семьи, которым некуда переехать. Ведь каркасные дома возвели без фундамента, зимой стены трескаются, пол гниет, вентиляции нет с электроэнергией и водой перебои. Тонкие стены шатаются, люди обращались с жалобой и к Путину, и в суд. Дом построен на сваях, и фундамента нет, и стены холодные, в форме, и на пол провалится. На фоне этого коллапса российские пропагандисты, вместо того, чтобы освещать реальную ситуацию в стране, продолжают создавать фейки. Корреспондент «Раша Тудэй» Константин Придыбайло дал фейковый комментарий одному из телеканалов, представившись жителем Липецка. Там из-за аварии без теплоснабжения остались более 300 домов. Придыбайло соврал, что в его доме нет отопления, и он вынужден греться у мангала. Пропагандист решил развлечься на теме реально замерзающих в ряде российских регионов людей и обвинить телеканал в публикации непроверенных фактов. Однако результаты исследований показывают, что на второй год войны в Украине россияне стали терять интерес к новостям и социально-политическим передачам на телевидение. Это следует из данных «Медиаскоп» в 2023 году. В 2022 году вклад новостных программ в структуру телепросмотра вырос с 10,5% до 14,8%. В прошлом году этот показатель снизился до 14,2%. Социально-политические передачи также сократили показатель с 15,3% в 2022 году до 13,5% в прошлом. Сообщает телеграм-канал The Moscow Times. По-прежнему высокий уровень лояльности к ТВ-пропагандистам сохраняют лишь пожилые россияне – 51% в возрастной группе старше 60 лет. Среди молодежи до 24 лет доля считающих телевидение объективным источником информации сжалась до ничтожных 5%, а среди людей среднего возраста составляет лишь от 9 до 13%. Проблема в том, что основной источник информации в России – это не первоисточник, это русский телевизор. Проблема в том, что они слушают не факты, они слушают интерпретации. И в этом проблема. Проблема в том, что российское руководство максимально закрывает доступ к медиа. При этом интерес россиян вырос к развлекательному контенту, которого после начала полномасштабного вторжения России в Украину стало намного меньше. В частности, из-за того, что создатели подобных шоу просто покинули страну. Чтобы отвлечь россиян от проблем, сейчас на российском телевидении пытаются восстановить сетку вещания 2022 года, добавить больше развлекательного контента. Виктория Смирнова для телеканала Фридом.